Родилась мама 5 марта 1919 года в семье крестьянина. В семье у них было 14 человек детей, поэтому с детства она была приручена физическому труду. Семья была верующая. В то время еще в селе был храм. Родители вводили своих детей в храм Божий. В 1928 году умерла мамина мама Ивулианея. Вскоре храм был закрыт, и они стали отходить от веры. Мама в последнее время работала в магазине, и вот в январе 1964 года ей сказали, что у нее обнаружена опухоль и прицель серьезной операции. И на операционном столе наступает смерть. Когда ее разрезали, увидели в ней полтора литра гной. Была выключена, все было изъезжено раком. И когда увидели, что человек уже умер, и нельзя ничего с ним сделать, ее так наспех зашили, и мама была отвезена в морг. Она была мертвой трое суток. Как происходило разделение души с телом, мама не чувствовала. Она увидела тело со стороны, увидела врачей, наклонившихся над ней. Она слышала их разговоры. Потом ее душа оказалась в том месте, где находились ее родные. Она слышала их разговоры о том, с кем будет теперь маленький ее сын Клавы, что будет с имуществом. Она все это слышала. Затем она оказалась в месте, ей неизвестно. Вот в том месте, там не было ни строений, ничего, кроме этих врат. Например, с собой алтарные врата. Что находилось за ними, мама не знает. Лежала мама на аллее, зелененькой такой, травочкой небольшой. Аллея была очень длинная. Но лежала не в самой этой травке, а в квадратном материале, примерно полтора на полтора размерами. Материал был темного цвета. Из чего он состоит? Что это? Шелк? Или заситец? Или там хлопок, там не проверишь. Ее стал интересовать вопрос. Где она находится? И что с ней происходит? В этот момент мама увидела идущих по аллее женщину высокого роста. И рядом с ней шел юноша. Его с собой по плечу. Мама тогда не знала, что это монашеская одежда. Потому что были видны только черты лица, кончики пальцев рук, кончики пальцев ног. Когда женщина убирала ногу и делала следующий шаг, травка принимала прежнее положение. Лицо было очень красивое. Эта красота какая-то была необыкновенная, неземная. Лица юноши мама не видела. Потому что он был... За одну боку заходил у женщины, листая спиной к маме. Но мама слышала, что он о чем-то ее просит, гладить ее по руке. Но что он говорил? Мама не слышала. Ей не было давно слышать. Женщина никак не реагировала на слова юноши. И мама подумала, какая же она жестокая. Вот если бы меня о чем-то просил мой сын, я бы за последнее купила то, что он хочет. Не дая полтора-двух-два метра до матери. Божья Матерь, это была Божья Матерь, остановилась и, подняв вверх глаза, спросила. Господи, куда ее? Мама услышала голос. Голос Божий. Это был необыкновенный голос. Голос был очень жалобный. Вот если бы можно было увидеть, то, наверное, плакал. Господь ей сказал ее спустить обратно. Она не в срок умерла. Божья Матерь говорит, зачем ее спустить? У нее короткий волос. Господь говорит Божьей Матери, дай ей косу правую руку под цвет ее волос. Божья Матерь, оставив здесь эту юношу, ушла во врата. Когда мама узнала, что хотела верить на землю, она обрадовалась. И подумала, вот если та женщина говорила с Богом, и он ее слышал, он ей отвечал, значит, и я могу спросить. И спросила, Господи, у нас на земле говорят, что у вас где-то здесь рай есть. Господь ей ничего не ответил. Мама еще, говорит, спрашивает, у меня на земле остался маленький ребенок. Господь говорит, я знаю, тебе жаль его? Да, очень. Тогда Господь ей отвечает, а мне вас каждого. Три раза, ольчей. Вы по моей благодати ходе, моей благодатью дышите, и меня же по-всячески склоняете. Спасайте свои души. Век мезерной жизни остался. И та молитва сильна, которая где-то вычитала или выучила. А та, которая от чистого сердца, скажи мне, Господи, дай мне, Господи, помоги мне. Я вас вижу, я вас слышу. После этих слов возвращается Божья Матерь. И Господь сказал, подыми и покажи ей рай. Она спрашивает, где здесь рай есть? Божья Матерь подошла к моей маме, не прикасаясь к ней. Только лишь повела рукой и почувствовала, как неведомая сила поднимает ее. И оказалась в вертикальном положении. Божья Матерь сказала, ваш рай на земле. А здесь вот какой рай. И сделала жест по левую сторону. После этого жеста мама увидела огромное число людей. Было так много, как говорится, и яблок негде было упасть. Их нельзя было узнать. Они были люди обгоревшие, черные. И вышел такой смрад от них. Даже тогда, когда душа возвратилась в тело, еще на протяжении многих дней этот запах, запах ада, стоял у нее в этом бонянии. Кто это были? Мужчина, женщина. Были там роды или их не было? Невозможно было узнать. Они переговаривались между собой. Были видны и глаза, и зубы. Говорили, это из земного рая к нам прибыло. Божья Матерь сказала, вот для этих людей, дорогая милостыня, это вода. Ибо на одну каплю напиваются бесчисленное множество людей. Она опять провела, сделала такой жест. Людей не стало видно. Когда Божья Матерь возвратилась в этих врат алтарных, у нее в руке была коса, человеческая волоса, примерно вот таких размеров. Мама увидела, что к ней движутся формы, напоминающие собой тачки, но без колес. Их было семь. Никто их не толкал. Они сами как-то плыли по воздуху. Плыли. Приблизившись к маме, остановились. И дав один конец косы в руки матери. В другой конец косы держала Божья Матерь в своей руке. Божья Матерь сказала, иди. И мама пошла. Когда дошла до последней формы, увидела, что там нет дна. Высота была огромная. Но зрение там иное. Вот кто летал в самолете, может представить себе, когда летишь на очень большой высоте, ты видишь внизу город. Видишь воду. Боже, ты ничего не видишь. Но здесь видишь иное. В такой огромной высоте она видит не только лишь свой магазин, где она работает, не только лишь храм, к которым иногда она приходила, чтобы поставить там свечку. Она видит, что внутри храма происходит. Она видит там священников, уже совершивших богослужение, переодевшись в гражданскую одежду. Она видит фасон этой одежды, цвет ее. И Божья Матерь, обращаясь к матери, спросила, «Узнешь ли ты кого-нибудь?» Присмотрелся к одному из священников. Она сказала, «Ты Николай Александрович». Позже, когда ее душа возвратилась в тело, мама приходила к отцу Николаю и говорила, что я вас видел в таком-то вот костюме. Он, конечно, был удивлен. Мама сказала Божьей Матери, что я вот в этом магазине работаю. Но Божья Матерь говорит, я знаю. Божья Матерь говорит матери, не ступай сюда. Она говорит, я упаду. Божья Матерь говорит, нам не надо, чтобы ты упала. Но я разобьюсь. Она говорит, не бойся. Не разобьешься. Сделал такой легкий жест, как будто вот что-нибудь стряхиваешься одежду, как будто там плесчинку. Так и здесь произошло. Легкий жест рукой, в которой была коса. И мама вошла в тело. Как она вошла в свое тело, она не чувствовала. В этот момент привезли в труп мужчины, и мама подала какие-то признаки жизни. Санитар увидели, сообщили персоналу, тестали делать все, что необходимо делать в такой ситуации. 21 день мама находилась в больнице под наблюдением ручей. Ее мозг отходил очень трудно, сложно. Я помню, когда меня приводили к матери, уже аж воскресшей, она смотрела на меня. Она знала, что это ее сын, но она не могла вспомнить, как меня зовут. Но если бы спросили, Клава, расскажи, что ты видел, когда была мертвой? Она бы сразу рассказала. Вот настолько отчетливо, ясно, запечатлелся в ее сознании то, что она видела, когда была на небесах. Вторую операцию проводила Валентина Васильевна Алябьева. Когда ее опять разрезали, зашили, Валентина Васильевна сказала, Клава, ты подожди на то, что был рак. То есть Господь не просто воскресил маму, Он еще исцелил ее. Что испытывала мама, когда она получила исцеление, когда она вышла из больницы? У нее была радость. Радость от того, что она возвратилась. Как бы вот, ну что может испытывать, скажем, ребенок, который долго-долго где-то ходил, скитался, вдруг пришел домой. Вот еще в большей степени у нее было это чувство радости, того, что она познала Бога. Возвратилась к своему небесному отцу. У нее была такая радость, что он был, говорит, любому готово. Ну, это были те годы 60-е. Когда о Боге говорить, в храме-то можно было бы, и то лишь, четко выверяя каждое слово. Это Александр Пивоваров в Лазареву субботу, проповеди, сказал о том, что в Барнауле произошло чудо с Клавдеей, Устюжаниной, не только лишь за эту фразу, против него возбуждалось уголовное дело. Но мама говорила, говорила об этом событии, об этом чуде. Клюри к ней пошли домой. И жители Барнаула, и других окрестностей, из других мест, даже из дальних мест приезжали. Приезжали днем и ночью, в любое время суток. Ее интересовал вопрос, что это за женщина, которую она видела на небесах. Когда у нас был один храм, Барнауле Покровский, и мама пришла в храм и видела образ Божией Матери. Она узнала ту женщину, и стало понятно, что это была царица небесная. Кто был этот юноша? Этот вопрос тоже интересовал маму. И она, когда оказалась в Троице Сергеевой Лавре, ей старцы ответили, это был твой ангел-хранитель, который просил Божией Матери о ходатайстве, о помиловании. Мама-то спросила, почему вообще Господь с ней совершил такое чудо? И некоторые из лаврских старцев ответили нам, по молитвам маминого отца, Никиты. Он умолил Бога, чтобы Господь совершил такое чудо. И Бог совершил. Кто были эти люди? Это были люди ада. Если бы мама умерла в то время, она ушла бы в ад. За свои дела, за свои поступки, за свое отпадение от веры. Любая милостыня, поданная во славу Божию, ради Христа, доходит до этих усопших. Прожила мама 14 лет. Имерла 29 марта 1978 года в городе Ставунино по болезни сердца.